В сентябре 386 года нашей эры гениальный профессор сел по дереву и заплакал. Он был Бербером, родился в народе, проживающем в Северной Африке. Его мать была христианкой. Он оставил веру своей матери в раннем возрасте. И искал смысла в других местах. Он получил хорошее образование, став профессором в Карфагене. Он уводил людей от христианской веры своими философскими спекуляциями. Он предавался сексуальному разврату и пьянству. Его мать Моника несколько раз впадала в отчаяние. Но она настойчиво просила в молитве о том, чтобы он встретился с Богом. Когда ему было 19, Монике приснился сон, в котором они с сыном шли, держась за руки, на небе. Она знала, что Бог обращается к ней. Сон побудил ее молиться еще сильнее. Но после многих лет молитв, ее сын все дальше уходил от Бога. Он лишь стал образованней, надменней и аморальней. Академические амбиции и острый ум обеспечили ему пост профессора риторики в Милане. И его мать Моника переехала с ним. Она просила епископа Милана Амвросий поговорить с ее сыном. Пока она плакала, он утешал ее следующими словами «Женщина невозможна, чтобы песнь этих слез была напрасна». Моника продолжила молиться. Через 9 лет после сна ее сын услышал, как Амвросий проповедовал Евангелие. Будучи потрясенным, он пошел в сад, чтобы подумать над тем, что он услышал. И, плача в саду, он услышал голос, который пел ему «Возьми и прочитай, возьми и прочитай». Голос пел эти слова вновь и вновь. Сначала он подумал, что это голос ребенка, который играет рядом. Но рядом не оказалось детей. И он не слышал такой детской песни ранее. Он решил, что Бог просил его открыть Писание и прочитать. Профессор открыл свою Библию, и его взгляд упал на римлянам 13.13 и 13.14. «Как днем будем вести себя благочинно и не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастью и распутству, ни ссором и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение от плоти, не превращайте в похоти». Профессору не нужно было читать дальше. Свет Божий осветил его сердце. Сила Евангелия Божия, как он сам говорит, разогнала все тени сомнения. Он был оплечен в своем грехе и отдал свою жизнь Иисусу. Следующей весной, в апреле 387 года, на Пасху Амбросий крестил его. Сын Моники стал одним из величайших богословов в истории церкви. Его мысли и труды влияют на нас и сегодня. Нам он известен как Святой Августин. Его история — это человеческая история, но еще важнее то, что это Божья история. Сегодня слова этой детской песни касаются всех нас. Бог призывает нас взять, прочитать Его Слово. Послание к римлянам — это обращение Бога к нам. И если мы читаем и слышим Божье Слово, оно освещает наши сердца и меняет нас. Почему послание к римлянам меняет жизни? Все дело в силе Евангелия. Римлянам 1.16 и 1.17. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, потом Елину. В нем открывается правда Божья от веры в веру. Как написано, «Праведный верою жив будет». Вот ключевое послание этого письма. Евангелие — это сила Божья для духовной трансформации каждого, как полагается на Иисуса. Его суть в искуплении для людей вроде нас, для всех язычников и этносов, для всего творения. Уверен, что вам не терпится взять и прочитать его. Но прежде чем разобрать эти стихи, мы подробно рассмотрим их на следующей неделе. Давайте вернемся к сегодняшнему месту. Не забывайте, что это послание было написано в контексте. Его написал конкретный человек, конкретным людям и для конкретного времени и места. Да, в нем есть вечные истины для всех народов и поколений. Но первыми читателями этих слов были члены церквей, проживающие в Риме первого столетия. Почему контекст этих слов важен? Вот пример. Фраза «Хейл Мэри» может означать разные вещи на английском. И если она звучит во время служения в католической церкви, то, скорее всего, оно означает обращение к Деве Марии, чтобы она ходатайствовала перед Богом за тех, кто молится. «А вы, Мария, полная благодати, Господь с тобой» и так далее. Это молитва. Если же эта фраза прозвучит от кого-то, то комментирует матч по американскому футболу, то это означает, что Квотербек дал дальний пас в отчаянной попытке спасти игру, надеясь на то, что кто-то из его команды поймает мяч. Это финальный пас на английском, также называется «Хейл Мэри». Это молитва, брошенная в воздух, с малыми шансами на исполнение. Все это говорит о том, что слова послания к римлянам нужно понять в контексте, прежде чем применить их к своей жизни. Мы должны понимать послание к римлянам в контексте первого столетия, прежде чем применять его к 21 столетию. Итак, давайте посмотрим на контекст. Первые семь стихов — это приветствие Павла. На греческом — это одно длинное предложение, состоящее из 90 слов. В этих стихах Павел описывает себя, обращается к своим слушателям и благословляет их. Итак, кто такой Павел? Первый стих. Павел — раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию. У Павла есть господин. Он слуга Христа Иисуса. Слуга — это раб. Павел называет себя тем, кто принадлежит Иисусу. Он предан только Иисусу. Иисус определяет, кто он и что он будет делать. Затем Павел призван быть апостолом. Апостол — это тот, кто послан с повелением. По дороге в Дамаск он пережил встречу с Иисусом. В тот момент Иисус призвал его отдать ему свою жизнь и принять Божью Мессию для язычников, не иудеев. Он был избран посланником Божьим к народам. И последнее. Павел был избран для Евангелия Божьего. Быть избранным значит быть отделенным. Бог отделил его от этнической привязки богатства, славы и его направления в жизни ради того, чтобы провозглашать радостную весть об Иисусе. Встреча с Богом по дороге в Дамаск изменила для Павла все. Его взгляд на Иисуса, на себя и на свою цель в жизни. Мы знаем автора послания Павла. Но кому он написал его? Павел пишет домашним церквям в Риме. В римлянам 16 упоминается пять групп. Он не основал эти церкви. Скорее всего, их открыли другие христиане и уидеи, которые вернулись в Рим после празднования Пятидесятницы в Иерусалиме, как рассказывается в Деяниях 2.10. Эти церкви были известны благодаря своей вере. Об этом говорится в 8 стихе с некоторыми из ее членов. Павел встречался за время своих путешествий, но многих он не знал. Так почему он решил написать им это длинное письмо? Все обстоятельства говорят о том, что Павел писал это послание из Кринфа где-то в 57 году, но под конец своей третьей миссионерской поездки. Он написал это послание как минимум по трем причинам. Во-первых, Павел провозглашал Евангелие и насаждал церкви в ключевых центрах от Иерусалима до современной Албании и бывшей Югославии. Пройдя восточное Средиземноморье, он начинал искать новые возможности, чтобы пойти туда, где имя Иисуса еще не звучало, как он пишет в Римлянам 15. Теперь Павел смотрит на западную часть Средиземного моря. До того, как начать новую миссию в Испании, Павел хочет создать операционную базу в Риме. Точно так же Антиохия была его операционной базой для работы в Восточном Средиземноморье. Это одна из причин. Второе. Церкви столкнулись с серьезным напряжением. Почему? Первые несколько десятилетий в церкви Рима доминировали христиане-иудеи. Но ситуация кардинально изменилась в 49 году, когда римский император Клавдий изгнал всех иудеев из Рима. Мы читаем об этом в Деяниях 18.2. Римские историки предполагают, что причиной этого стали споры о человеке по имени Крестас. Большинство историков считают, что это римский вариант греческого «Христос». Это удивительно. Всего через 16 лет после Пятидесятницы римские историки говорили о Христе в Риме. В отсутствии иудеев из-за изгнания в церквях Рима начали доминировать язычники. Когда Павел написал послание к римлянам где-то в 57 году, римские власти позволили иудеям втайне вернуться в Рим. Но иудеи и христиане возвращались в церковь, где доминировали язычники. В такой ситуации сложно избежать социального и теологического напряжения. Я представляю разговоры, напряженность и возможные споры. Мы представляем, что язычники хотели все дальше и дальше удалиться от правил иудаизма вроде законов о еде и праздниках. А христиане и иудеи считали, что теряет нечто драгоценное и поэтому еще крепче держались за обычаи своих предков. Как может церковь, состоящая в основном из язычников, может исполнить Божьи обетования? Говорили иудеи. Павла в римлянам волнует вопрос народа. Что драгоценное слово Божье во Христе означает для этих двух групп людей? Иудеев и язычников. Какая часть Ветхого Завета актуальна для них? Могут ли все народы мира добавиться к народу Божьему, не лишая права голоса изначальный народ Божий, евреев? Означает ли все? Все? Сегодня мы можем спросить, могут ли все язычники, этносы, народы, представленные в семье церкви Уиллингдон, действительно быть едины в Иисусе, имея разные культурные представления о том, что значит быть последователем Иисуса? Могут ли иммигранты в первом и втором поколении ходить в церковь вместе? Могут ли бумеры, поколение Икс, миллениалы и поколение Зет ходить в церковь вместе? Это очень важные вопросы для наших времен. Цель послания к римлянам убирать разделение. Суть римлянам в том, как новые дела Божьи в Иисусе могут интегрировать все народы и поколения в один новый народ. Богослов Энти Райт пишет, послание к римлянам показывает нам, как выглядит Евангелие, когда оно укореняется в мультиэтнических церквях в границах языческого народа. В представлении Павла «Оправдание верой означает и общение верой». Послание к римлянам призывает нас принимать друг друга, как Христос принял нас. Это послание написано для нас сегодня, живущих в районе Ванкувера в 21-м столетии. И это подводит нас к третьей причине написания этого письма. Христиане в Риме с подозрением относились к Павлу и его богословию. Все дело в том, что они слышали о нем от других. По этой причине он дает систематизированное представление Евангелия. Это то систематизированное представление Евангелия, которое он проповедовал более 20 лет. Христиане в Риме должны понять суть этого послания, чтобы поддержать его в молитве и финансах, а также могли следовать за Иисусом и быть единой семьей. Итак, в римлянам мы видим самое ясное представление великих истин Евангелия, изложенных в логической форме. Состояние человека, оправдание только верой, спасение только через Христа, единство с Христом, жизнь в Духе, усыновление в Семью Божью и так далее. Это учение превосходит время, место и культуру. Это Бог обращается к миру, к людям вроде нас и меня. Итак, давайте возьмем и прочитаем. В приветствии Павел представляет мысли, которые становятся темами послания. Конец первого стиха избранный к благовестию Божью. Павел в римлянам фиксируется на Евангелии Божьем, радостной вести Божьей. В Древнем Риме цари-завоеватели отправляли посланников с радостной вестью о победе, о расширении силы и власти народа. Евангелие Божье это провозглашение пришествия Царства Божьего. Это не просто хороший совет, которому стоит следовать. Павел не придумал это Евангелие. Первый пункт Евангелия это историю, которую пишет Бог. И Евангелие включает в себя всю человеческую историю от начала до конца. Это история о том, как жизнь, смерть и воскресение Иисуса, его дела меняют все. Всю жизнь, всю историю, вся история вращается вокруг Иисуса. Евангелие это не просто набор хитрых фраз, это сила, это не просто концепция, это личность Иисуса Христа. Комментатор Джеймс Эдвардс пишет, Бог и человечество, небо и земля, вечное и временное, невидимое и видимое. Первый рощерк, его пера, провозглашает открытую вселенную, мир, который намного больше нашего эмпирического опыта, мир, который начинается с нашего человеческого уровня, но неограниченным. Есть Бог, который вырывается в этот мир и увеличивает его возможности. Бог сказал в Евангелии, и слова этого мира больше не будут такими, как прежде. Когда я сидел на лавке в парке Эдмондс несколько недель назад, то вспомнил эти истины. Передо мной были люди со всего мира, дети, родители, бабушки и дедушки в районе Эдмондс говорят на 70 языках. Это чудесный образ, что я могу принести в разговор на лавке весной в 21 году. Мне принести историю моей жизни пару дней, свежие новости или еще одну религию. Что мы приносим в наши разговоры с людьми? Мы должны приносить слова, которые говорит Бог, которые Он сказал через Иисуса. Бог вырывается в человеческую историю, протягивает свою руку к человечеству в любви. Бог делится своей жизнью. Любовь Божья побуждает нас, говорит о силе Евангелия, которая меняет наши жизни. Это единственное, чем мы можем явить любовь. Павел говорит в первом и втором стихе. Избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков Своих в Святых Писаниях, Евангелие может быть Евангелем Божьим лишь в том случае, если оно базируется на почве Откровение, которое Бог дал в Ветхом Завете. Павел постоянно говорит о том, что Божья работа в Иисусе для всех была именно тем, что Бог обещал изначально. Это совершенное исполнение еврейских писаний, как проповедовал пастор Рот в Страстную Пятницу. Иисус, страждущий слуга из Исаии 53. Евангелие было единственным планом Божьим с самого начала. Это не была неожиданная поправка, чтобы исправить что-то, что пошло не так. Евангелие это не запоздалая идея. Когда наша семья жила в Аботсфорде, то любимый ресторан нашей дочери назывался «Запоздалая мысль». Он сливался особым кофе и десертами для гурманов. Это было ее любимое место, потому что там можно было съесть десерт и поболтать с друзьями после еды. Но когда вопрос касается Евангелия, Иисус не только десерт и общение после еды. Он закуска, основное блюдо, десерт и кофе, весь прием пищи. С пришествием Иисуса Евангелие можно пережить во всей полноте вкусов. Павел пишет в третьем стихе, что Евангелие о Сыне Своем для Павла Иисус суть содержания и центр Евангелия. Иисус семь раз упоминается в этих семи стихах. Он не только основатель Евангелия, но и само Евангелие. В первую очередь оно не про нас, а про Иисуса. Евангелие сосредоточено на Иисусе. Иисуса представляют как Сына Божьего. Сын Божий это еврейский титул для Мессии. Все предсказания Ветхого Завета исполнились в Иисусе. Как Павел говорит в Римлянам 5.8, у Иисуса были уникальные и близкие отношения с Отцом. Он действительно был Божьим Сыном. В третьем и четвертом стихе мы видим три этапа существования Божьего Сына. Человек, воскресший и вознесенный. Третий стих о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти Сыном Божьим в силе по духу святыни через воскресение из мертвых о Иисусе Христе Господе нашим. Во-первых, будучи вечным Сыном Божьим, Иисус смирился и вошел в человеческую историю. Он родился от Девы. Он родился как потомок Давида. Он выполнил работу еврейского мессии через свою жизнь, смерть и воскресение. Мы праздновали Его дела на прошлых выходных, после воскресения силой Духа Святого Он поднялся на новый уровень существования. Он был назначен Сыном Божьим в силе, как мы читаем. Через воскресение Ему дали силу, чтобы оживить духовно каждого, кто поверит в Него. И Он явил Свою силу и власть, излив Духа на Своих последователей. В-третьих, Иисус Христос наш Господь. После вознесения к Отцу, Иисус начал править как вечный Царь в Царстве, в котором искупленные мужчины и женщины могут пережить новую силу грядущего века. И поэтому Павел пишет в Римлянам 8. Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас. Началась эра Духа. Иисус придает силы Евангелию. Он придает Ему силы Духом Своим. Павел говорит в 5 стихе, через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя его покорять вере все народы по благодати в дар. Бог избрал Павла, чтобы принести радостную весть о Христе всем народам. Каждый баскетбольный матч начинается с розыгрыша. Разыгрывающий отвечает за то, чтобы передать его забивающим. Павел был разыгрывающим Евангелие. Он желал, чтобы народы услышали Евангелие, ожили в Иисусе и принесли повиновение в вере. Эта фраза формирует послание «повиновение в вере». у нее есть два значения. Повиновение вере – это повиновение, которое является верой. Спасибо, Дерик. Иными словами, вера пробуждается в неверующих. Человек повинуется Богу в вере в Иисуса. Римлянам 10. Второе значение. Повиновение, которое приходит от веры. «Жизнь в повиновении исходит от настоящей библейской веры». Немецкий богослов Мартин Лютер написал в 16 столетии следующее. «Мы спасаемся одной верой, но эта вера никогда не одна». Через 400 лет другой немецкий богослов Дитрих Бонхофер написал «Только тот, кто верит, повинуется, и только тот, кто повинуется, верит». Он написал это в Своей книге «Цена ученичества». Мы повинуемся, в первую очередь, полагаясь на Иисуса как Спасителя и Господа. И тогда наша вера в Иисусе приводит нас к жизни в повиновении. Если Иисус наш Господь, мы делаем то, что Он повелевает. Вера и повиновение – это две стороны одной монеты. Нельзя иметь настоящую веру, не повинуясь. И нельзя по-настоящему повиноваться, не веря. Евангелие приводит кардинальное перемение в жизни. Оно приводит кардинальное перемение в жизни. Когда мы идем с Иисусом, наше посвящение жизни под Его водительством становится последовательным и полноценным. повиновение – это сила Божья, действующая в нас. Мы следуем за Иисусом ради имени Его, ради Божьей славы среди всех народов. По Божьей благодати христиане в Риме стали частью Божьей семьи. Шестой стих, между которыми находились и вы, призванные Иисусом Христом. всем находящимся в Риме возлюбленным Божьим, призванным святым. Обратите внимание на то, как Павел описывает их. Во-первых, они принадлежат Иисусу, как и Павел. Во-вторых, Бог любит их, как и Павла. И последнее, они призваны быть святыми, то есть они отделены так же, как Павел. Обратите внимание, что Божья любовь превосходит призвание. По благодати Бог любит людей, приближает их к себе в Иисусе и дает им возможность исполнять Его волю. Как Павел был призван на роль апостола, так все верующие в Риме, евреи-язычники, призваны быть частью семьи Иисуса, отделенными для Его целей. Бог приблизил их к себе своим духом. Они полноценные члены Его народа. Они продолжение ветхозаветного народа Божьего. Это сильные слова. Все включены. Все действительно означает всех. Если мы хотим принять Божье призвание, нам нужно освободиться от всякой гордыни за расу, нацию, племя, касту и класс и признать, что Евангелие Божье для всех без исключений. Евангелие для всех людей. Рим город, построенный на семи холмах на восточном берегу реки Тибр. Он управлял целой империей от Восточной Европы до Северной Африки и Ближнего Востока. Он создавал монументальные здания цирки, театры, форумы храмы. Здесь поклонялись множеству языческих богов, Марсу, Сатурну, Кастору, Венере, Аполлону, Епитеру. Богатые жили роскошно, а бедняки страдали. Римские историки рассказывают о переполненном, шумном и дурно пахнущем городе. И в этом городе жили люди, которых любил Бог, люди, которых Бог призвал к себе, чтобы они стали Его детьми. Он призвал их стать святыми, отделенными для Его славы и Его целей в этом мире. Павел был разыгрывающим, который передавал мяч Евангелия народам в надежде на то, что они будут следовать за Иисусом. Он бросал мяч ради Его имени в Риме и в других местах, где имя Иисуса еще не звучало. Я хочу спросить нас, будем ли мы нести мяч Евангелия жителям Ванкувера или тех мест, где вы живете? Будем ли мы Божьими людьми в своем городе в 21 столетии ради Его имени? Я хочу оставить вас с благословением, которое Павел провозглашает церквям в Риме. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...